итак всем огром привет и вчера я наконец-то получил ключи от своего ящика почему-то забывал и у меня там целая куча было обнаружено писем письма именно те которые приходят нас по почте письма счастья от скажем гибдд по краснодарскому краю так вот вчера мы все-таки эти письма все посмотрели я скажу честно у меня нет ни одного неоплаченного штрафа я всегда оплачиваю ну как бы ко мне приходят штрафы но я их оплачиваю просто через приложение но большинстве случаев процентов 95 я даже не знаю где этот штраф я смог поймать ну и в итоге что у нас получается я у нас взял и вчера посмотрел теперь сделал выводы где у нас камеры работают периодически а где камера у нас никогда не работает и так давайте с этими знаниями с вами поделюсь у нас камеры не работают сто процентов это у нас на дублере на дублере курортного проспекта начиная в общем все весь центральный сочи у нас камер не работает это первое второе где камеры работают сто процентов и всегда первое это камера работает после того как вы проезжаете хостинский туннель в сторону адлера да и там есть у нас прям такой мостик там у камера стоит она работает из нее штраф приходит и все работают камеры все именно которые находятся нас на промежутке начиная с адлера скуде с курортного городка и заканчивая веселым все данные камеры работают один раз был сбой в один день да и в один день я насобирал штраф посмотрел именно по видео именно точнее посмотрел по фотофиксации именно за один день когда там не по две тысячи штраф пришли по 1000 рублей там и какие так в основе штрафы в сочи идут 500 рублей стандарт потому что вчера мы смотрели как бы надя изучает правила дорожного движения и раздел штрафа тоже изучает и вчера нам посмотрел а как так у тебя как бы знак здесь 60 ты ехал сто сорок два километра в часа штраф 500 рублей ну не знаю есть такой что у нас в сочи что вот ну вот такие штрафы да один раз был сбой пришли штраф такие довольно-таки высокие так здесь что то что вы превышаете на 20 км в час что вы превышаете на 60 км в час то штраф идет примерно одинаково сразу говорю у меня пока только одна машина которая стоит на учете в сочи поэтому вот я всю расшифровку смог посмотреть только по бмв что касается кашкая да ну где-то посмотрю я думаю что особо ничем не отличается потому что стиль езды идет примерно одинаковые что там что там ну в общем вот так вот поэтому обращайте внимание именно на те варианты обращайте внимание именно вот вот на право дорожное движение особенно на скоростной режим и говорю в адлере все камеры сто процентов работает ну и давайте все-таки вернемся к нашему теме да сегодня с 1 сентября вчера просто были нереальные у нас пробки по и по центру сочи и не только по центру сочи не знаю чем это связано может быть ночью решили ребенка приготовить школу я поздравляю всех вас ваших детишек с днем знаний я считаю чтобы думаю в конце концов да считаю думаю что этот праздник и я рад за тех родителей которые смогли именно из 1 сентября сделать праздник именно внушить детям что учеба для них пригодится в жизни и чтобы дети брали там и просто там радовались что наконец-то закончилось лето что наконец-то можно за этом встречаться с друзьями в конце концов опять же проводить очень хорошо хорошее время в школе да ну и конечно же получать знания я не знаю я скучаю по тем временам когда я был студентом когда я был школьником поэтому я с большим удовольствием пошел учиться ну и я с большим удовольствием пойду учиться потому что 14 15 у меня один семинар и 27 28 у меня другой семинар поэтому сентябрь я тоже буду посвящать в этом году собственному обучению вот так вот ну и давайте мы все таки с вами еще посмотрим сколько уже стоит коммунальные платежи у нас в городе у орске ой в городе сочи извиняюсь в городе сочи смотрите вчера тоже так получилось что я полгода даже больше чем полгода не платил постоянно там то на месте не было никого то еще что-нибудь вчера я заплатил за получается за десять месяцев это когда делался ремонт все равно там ремонт пока делался пользовались электричеством и газом и водой и в общем все вместе получается если все разделить то у меня получается в месяц получается у меня 1800 рублей уходит за все коммунальные платежи и это не вранье летом дешевле там зимой дороже но так получается 1800 сразу говорю у меня по документам я оплачиваю за сорок девять и шесть квадратных метров по факту у меня площадь побольше потому что внизу этом скошены потолки и за счет этого у меня идет получается когда мы с вами измеряли получается 63 квадрата по полу поэтому в принципе я считаю что довольно неплохо учитывая что у меня дома два кондиционера да и микроволновую печь и стирали машинка которая работает каждый день и в общем я не на себе не экономлю пользуюсь по полной программе опять же много приезжало гостей которые тоже пользовались да он программе так скажем всеми прелестями жизни в сочи ну вот вот такая штуковина ну я могу сказать что это сумма гораздо дешевле чем например в моем родном городе на своем родном городе я плачу больше за квартиру да и за содержание вот такая штуковина в общем если кому-то была полезная информация ставьте лайк еще раз хочу поздравить всех вас ваших детишек с днем знаний с 1 сентября желаем всего самого наилучшего чтобы дети у вас добились отличного результата ну а теперь всем пока скоро с вами увидимся пока